День Сурка С ним был очень интересный случай Позвонили в Воронежский зоопарк Очень женщина взволнована и говорит У меня в шкафу кто-то есть Уехали квартиранты, а в шкафу кого-то оставили Мы вооружились сетками Инвентарем для вылова хищного Животного, как мы подумали Судя по описанию вздохов и охов В этом шкафу приехали И оказался очень симпатичный ручной сурок Совершенно безобидный Мы его забрали к себе Он у нас долго был на экспозиции И летом к нам приезжают гости Наши коллеги с зоопарка Анапы Видят этого сурка и говорят Отдайте нам, у нас самка, у вас самец Давайте образуем пару Конечно, мы решили отдать нашего самца К ним Что вы думаете? Самка у них проживала на тот период 3 года Мы отдаем нашего самца И они в это лето делают подход И уходят вместе на вольные хлеба Вот такая Он научил ее плохому А можно ли все-таки по суркам определить Когда придет весна? Дело в том, что у нас сурок содержался в зале теплолюбивых животных Там был свободный вольер И он вдоволь ел, спал и был в тепле И, собственно, биологические ритмы у него немножко подзбились Поэтому конкретно в зоопарке это сложно А в природе это действительно так? Они просыпаются, значит, весна скоро? Да, бывает и такое Мы больше ориентируемся по нашим медведям Вот медведи наши спят еще Спят А когда обычно просыпаются? К апрелю месяцу К апрелю А бывали какие-то случаи, когда вот бах Да, бывали Бывали Да, просыпаются раньше Может быть уже обменные процессы ускорились Кушать захотели Все вполне возможно А это связано обычно с погодой тоже? То есть не взаимосвязанные вещи? Нет, мы вот не наблюдали Это было всего лишь несколько раз, когда они чуть раньше просыпались Причем потепления такого не было значительного, так скажем Расскажите вообще, кем гордитесь, какими животными сейчас в зоопарке у вас? Ну я бы, наверное, рассказала о новеньких и одновременно, которые стремительно стали любимцами Конечно, это альпака Григорий Он у нас Григорий Да, Гриша Ласкова Эта милота приехала в конце года, в декабре С Калужской области мы приобрели его Сколько у него? Возраст какой? Ему несколько месяцев Он совсем маленький Он очень привязался к рабочему по уходу То есть открывая вольер внутри, непосредственно конюшни Его нельзя выпустить на улицу, прежде чем он не поцелует своего рабочего по уходу И это действительно так То есть она обмусолит ее всю, куртку, щеки, тянется То есть ему требуется настолько контакт, любовь, обнимашки А они вообще парные животные? Им нужна пара? Им нужна, ну всем животным нужна пара Но он настолько, как сказать, нацелен на человека На вот эти обнимашки Пара замещает В зоопарке такое часто бывает Да? Да, у нас и много птиц влюблены в нашего орнитолога И поют песни по весне именно ей, а не сородичам Ооо! Да, такое тоже бывает А помимо альпак? Рассказывайте, кто еще? Помимо альпак, что у нас из новинки? На черленом юру в конце года нам подарили двух самок пятнистых оленей И мы решили к этим самочкам, конечно, приобрести самца Это тоже был конец декабря Поэтому у нас уже такой гаремчик образовался Очень интересно А пополнения еще нет? Да, они все малыши 2023 года рождения А обычно олени приносят спустя 2-3 года А нам сказали, что у вас родился олень Может быть, не олень? Может быть, это пятнистые олени В этом году у нас родился благородный олень А, это разные Так, хорошо, расскажите, в чем особенность одних и других? Достаточно крупные благородные олени Пятнистые намного меньше И вот у них первенец, Офелия, мама Очень преданно и нежно ухаживает за малышом Может быть, какие-то мероприятия проводите образовательные? Да, у нас 2024 год юбилейный Воронежскому зоопарку 30 лет Поздравляем! В 2024, да На начало октября запланированы, естественно, мероприятия юбилейные Возможно, даже конференция с участниками зоопарков коллег из России И в течение года юбилейного будет много акций, выездных экскурсий А выездных экскурсий куда, например? В школы То есть это образовательные какие-то Да, да, такой сегмент Много будет проводиться мастер-классов, праздников Таких, как Масленица, День тигра, День защиты детей То есть помимо того, что праздники и так проводятся в зоопарке Но тут еще юбилейные мероприятия наложатся Достаточно много будем познавательного А для животных делайте что-то особенное в какие-то праздники, связанные с день рождения зоопарка Однозначно, да Собственно говоря, непосредственно в сам день рождения у всех будет праздничный юбилейный Олейное меню и будет выдаваться именно то, что любят всякие вкусняшки Какие вкусняшки любят олени? Морковка Морковка Это редкость, что можно прикормить или нет? Это их постоянный рацион Нет, морковка это в качестве угощения Угощения Да, и вот насчет прикормить Мне бы, конечно, тоже хотелось пару слов сказать В черленом еру прикормить, да Все очень хотят покормить Достаточно близко расположена сетка Животные подходят близко, хотят общения И все норовят покормить И каждый раз мы объясняем Вот вы принесли 100 грамм, следующие 50 грамм И к концу субботы это будет 3 килограмма А в воскресенье выезжает наш доктор И начинает животному снимать спазмы желудочно-кишечного тракта Это очень болезненно То есть это действительно актуальная проблема? Это актуальная, это я бы сказала бич зоопарка Всех стараются накормить Везде мы просим, информируем, размещаем соответствующие таблички Пожалуйста, не кормите Объясняем, почему это происходит Они действительно у нас все накормленные Все холеные Все получают те продукты питания по рациону Которые им нужны Не каждый посетитель знает, что нужно То есть белкам конфеты карамельные точно нельзя Жвачки точно нельзя А это постоянно в вольерах белок И плюс количество Все почему-то думают, ну капустку Капустка это первое и хлебушек То, что вызывает брожение у копытных А что там можно? И в каком количестве? Или лучше вообще ничего? У нас есть отдельно клуб пушистых зверей Там вам выдают стаканчик с кормом, который можно И козочки с удовольствием пообщаются И вы их покормите Это козочки, кролики, морские свинки То есть если хочется, лучше себя отнимать Вот все общаются Пожалуйста, то есть мы сделали и такой сегмент Только чтобы не кормили именно диких животных Потому что с этим проблемы Кстати, про диких животных Вы говорите, белок очень любят кормить Естественно, среди обитания тоже кормят белок Очень любят Например, у нас очень много парков Где белки просто кишат Они сами практически чуть ли не нападают И едят вот так вот с рук Можно ли их кормить в естественных условиях обитания? Или там тоже не рекомендуется? Они сами добывают? Они сами, конечно, добывают Но в условиях суровых зим Холодных зим Подкармливать и белок, и птиц нужно Чем? Да Конкретно белок Это лесной орех Это кедровый орех Это могут быть даже сухофрукты Это не семечки? Это не семечки Это могут быть какие-то фрукты, яблоки То же самое морковь, как лакомство А птичек часто говорят, что нельзя кормить их хлебом Хлебом вообще никого нельзя То есть забудьте про хлеб И вообще лакомство в виде подсушенного сухарика Это только лошадка Почему-то вот распространенное мнение, что в зоопарке давайте покормим хлебом Хлеб и капуста это очень проблемные продукты питания для животных А чем тогда птиц кормить? Зернами? Зернами, да, любыми Вот так вот, сколько полезной информации и по посещению зоопарков, и по кормлению животных, и просто по прогулкам в парках Спасибо вам большое Мы вам желаем удачи, чтобы побольше новеньких появлялось у вас в зоопарках И хорошего вам дня Спасибо, всего доброго Напоминаем, у нас в гостях была заместитель директора Воронежского зоопарка Инна Суботина Оставайтесь с нами, дальше вас ждут увлекательные сюжеты Редактор субтитров А.Семкин